Привет, я Марк Каллин. Рад представить вам свой фильм под названием Шок будущего. Этот фильм рассказывает о девушке, которая изобретает, создает новый звук, новый способ создания музыки в конце 70-х. Такая музыка называется электронной. Термин появился лет 10 спустя. И так она пытается убедить людей, что она видит будущее. Таков долг нашей героини. Субтитры подогнал «Симон» Ну что за дурацкая музыка? Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Именно. У парня нет таких проблем. Парням говоришь, дай запись к четвергу, и они приносят её в четверг. Вовремя. А вы вдруг решаетесь и творить что-то великое. Эй, эти все твои кнопки и прочее дерьмо, ничего не понимаю. Это что-то крышесносное. Ну, извини. Что мы будем делать? Оставлю тебя до обеда. Хорошо. Пойдёт? Да, пойдёт. Ладно, ты сдашь запись? Да, всё сдам. Хорошо. До скорого. Пока. Не просрочишь? Да-да-да, всё будет в порядке. Хорошо. Я попрощался? Нет. Пока, сладкая. До скорого. До встречи. Я тут подумал, успешные артисты отвечают на автоответчик. И которые перезванивают, чтобы у людей к крыше не поехало 10 сообщений и ни одного ответа. Так не должно быть? Да-да. Да ведь? Это ведь не сложно. До скорого. Отдавай, до скорого. Привет, Анна. Это Клара. Ты не подтвердила нашу встречу на завтра насчёт рекламы. Она в силе? Анна, привет, это Дункан. Доминик Жеру, продюсер Баркли Рекордс. Придёт на твою вечеринку. Это отличная возможность дать ему услышать твою музыку. Надеюсь, ты будешь готова. Чао. Алло. Да, это Жан-Ми. Ты должна была вчера прислать мне запись. У тебя всё хорошо? Анна? Ты там? Анна? Пожалуйста, перезвони, это важно. Анна? Это снова Жан-Ми. Квик Нейлс меня донимает, перезвони мне. Пиарщик, тварь. Позвони, пока я не начал волноваться. Слышишь? Перезвони. Анна, да чем ты там, чёрт возьми, занимаешься? Продолжение следует... АПЛОДИСМЕНТЫ Анна, напиши такую тему, чтобы она была современна, высокопарна и в то же время элегантна. ВИКНЕЙЛС ВИКНЕЙЛС АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Чёрт. Что за нахрен? Вот дерьмо. Ну как же так? Давай же. Субтитры делал DimaTorzok Алло, это Эрвей Жерар? Мишель Маниатовский дала мне ваш номер. Да. Да, я знаю, что он уехал шесть месяцев назад, я присматриваюсь за его квартирой. Да, но... Нет, я звоню, потому что у меня небольшая проблема с одной из его машин. Вы можете помочь? Да, если бы вы могли прийти сегодня, это было бы идеально. Да, хорошо. Хорошо. Хорошо, да, да. Да, спасибо вам большое. До скорого. До свидания. Вот и всё, работает. Да. Ну, конечно же, аллилуйя, всё работает. Я проверю. Спасибо, спасибо, спасибо. Пожалуйста, красавица. Ты счастливец, раз Мишель тебе доверяет. Обычно женщина в бизнесе не место, слишком затратно. Ну, спасибо. Да, я шучу. Слушай, будет косяк? Да, должен где-нибудь найтись. А это что? Эй, стой, любопытно, да? Я хочу посмотреть. Погоди, не трогай, секунду. Это? Битбокс. Последняя Троланда, CR-78. Попробуем? Конечно. Дай мне минутку. Есть где-нибудь вход для штепселя? Да. Покажи. Красотень. Вот, попробуй вот эти. Подай мне второй. Так что там насчёт косяка? Давай неси уже. Нет времени терпеть. Порой нужно взять и поднажать. Значит, музыку любишь? Ты бэк-вокалистка? Нет, я создаю музыку с помощью всех этих инструментов. Правда? Значит, живёшь у Мишеля. Класс. Когда он вернётся? Я не знаю. Он в ашраме. Но он может здесь жить. Может, он тебе квартиру оставит? Отвечаю. Я сомневаюсь, что он вернётся. Я сомневаюсь, что он вернётся. Обалдеть. Согласен, ты способна. Попробуй так. Хорошо, подержи. Ты даже паузы можешь делать. Так. Да. Просто охренеть. Да. Можешь выбрать любой темп. И это с одним только битбоксом. Но до революции ещё далеко. Дай мне секунду. Подсоединяешь секвенсор, и они синхронизируются. Да. Не нужно записывать и мотать туда-обратно. Шутишь? Нет. Крыша с нос. Да, это всё меняет. Сука, верить не могу. Да. Он мне нужен. Немедленно. Обалдеть. Ты смешная. Он стоит пять тысяч. Их всего три в Париже, и бланк Франкарт забрал первый. Пять тысяч? Нехило. Да, нехило. Нет, но стой, 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 стой. Он мне просто необходим. Я работаю над рекламой. Мне заплатят через месяц, и я дам деньги. Значит, получишь через месяц. Нет. Прости, у меня в очереди много людей. Он нужен мне сейчас. Сегодня вечеринка. Парень из Барклай-Рекорд придёт. Жиру, знаешь его? Да. Видишь, это очень важно. Я хочу показать ему, что я могу. А с этой драгоценностью я такое сотворю. Все будут в восторге. Слушай, и почему я должен просто взять и тебе поверить? Ну, не знаю. Ну, ты бы могла дать мне кое-что. Например, поцелуй. Чего? Хотя бы скромный. Или ничего. Просто ничего. Ты подруга Мишеля. Друзья моих друзей, видимо, не мои девушки. Забирай, ладно. Спасибо. Но будь осторожна. Обещаю, я буду осторожна. Я серьёзно, аккуратно. Знаю. Спасибо огромное. Спасибо. Не облажайся. Спасибо, ты супер. Вот. Мой подарок. Пора идти. Не беспокойся. Спасибо, РВ. Пожалуйста. Спасибо, РВ. Девушки отдыхают. Лондонская группа. Их ждет великое будущее. Они даже записывают свои выступления на видео. Только послушай. Они используют синт в качестве малого барабана? Умно. Да. Очень необычно. Соглашусь. Да. Великолепно. Мне очень нравится. Стой, подожди. Сейчас будет полный безумец. Бельгиец. Это просто фантастика. Это я оставлю себе. Аксак Мабуль. Да. 11 треков для борьбы с головной болью. Многообещающе. Это риф на клавишах очень крутой. А то, слушай. Вау. А теперь кое-что сумасшедшее. Следующее безумие из Нью-Йорка. Откопал ее в одном музыкальном магазинчике. Я никогда ничего подобного не слышал. Похоже на рок-музыку. Но в действительности, видимо, это просто один парень с машиной и певцом. Ты слышишь? Синтезатор. Слышишь, что он делает? Вау. Что-то мне не нравится. Он просто говорит, это же скукота. Энна, ты что, с ума сошла? Послушай, это же фантастика. Он говорит о жизни. Если нужна жизнь, можно газету почитать. Прости, но это скучно. Как-то слишком в стиле 50-х рок. Нэта, эта пластинка играет важную роль. Как по мне, он просто супер. Подожди. Есть что-то еще? Это? Да. И откуда ты все это знаешь? Ну, Анна, я уже 30 лет собираю пластинки. Мне знакомы лучшие магазины в мире. Я дружу со всеми продавцами в музыкальных магазинах, например, с парнями из Чемс Дискс. Неподалеку открылось место под названием Кроко Диски. Кроко Диски? Жадлазное название. Но настоящий рай – это пластинки в Токио. Там просто обалденно. С ума сойти? Я бы туда съездила. Не понимаю, что ты здесь забыл. Тут же мертвяк. Я же даю себе этот вопрос каждый день, но... Во-первых, здесь француженки. Я люблю парижан. Здесь есть какая-то элегантность, шик, чувство стиля. Такого больше нигде нет. Нью-Йорк – это конец света. Ультра-свалка. В любом случае, люди сегодня ушам своим не поверят. Ты знаешь Жеру? Я столкнулся с ним в клубе Палас. Он проявил интерес, когда я упомянул симпатичных танцовщиц. Так что знаешь со всем, что я принес, и что я приготовил. Вечеринка будет просто огонь. Иначе нельзя. Я пригласила кучу людей. Весь клуб Гиббус придет. Нужно, чтобы люди танцевали. Не переживай, детка. Кстати, у меня есть для тебя еще кое-что. Вот это будущее. Ты должна это услышать. То, что ты сейчас увидишь, совершенно невероятно. Привет. Я Джейсон Требнер. Мой друг из Лондона прислал запись с радио. Сейчас поймешь. Невероятно. Думаю, они из Шеффилда. Вот оно. Это же просто гениально. Да. Она. Именно это ты и должна сделать. Мне нужно работать. Нужно скорее за работу. Спасибо. 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 Я же. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Ты что, издеваешься? Что я скажу, Квикнейлс, что музыкант больше не хочет сочинять музыку? Да брось, это правда так сложно? Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду! Ну прости, я не могу. Что ещё я скажу? Кажется, ты не понимаешь, какое дерьмо ты меня загоняешь. Не всё висит на мне одном. Чёрт. Ладно, знай, что я сделаю. Рассказывай. Смотри. Я сяду здесь. Вот так. Зажгу сигарету и буду ждать, когда ты вернёшь кусок, который ты мне задолжала. Вот так. Я жду. Ладно. Что это? Это битбокс CR78. Нет, я знаю, что это, но при чём здесь я? Ты продюсируешь музыку во всех рекламах, так? Да, я знаю, для чего нужен дурацкий битбокс. Думаешь, эта штуковина может заменить удар, но и по энергии, звучанию... Думаешь, больше не будет студий, музыкантов? Будет лишь одинокий бедняга, запертый дома со своей машиной? Почему нет? Ну, конечно. Шиклезе скоро 80-е, Жанми. Молодому поколению плевать на рок и прочую психоделику. Этому дерьму конец, я уверена. Я скажу кое-что о Рокке. Он, как и джаз, закончит в музеях. Да, и финансировать его будет правительство, а слушать одни буржуи, сидя в тапочках в своих креслах. Сейчас происходит что-то новое, грядёт новое звучание. Из Англии, Шеффилда. Вот что нужно слушать, это изменит всё. Это как встреча крафтерка с Джеймсом Брауном, понимаешь? Крафт кто? Я ни черта из твоих слов не понимаю. Ты совсем уже чокнулась? Что ты такое несёшь? Ну, конечно. Всё дело в танце с атомами. Двигаться в электронных микросхемах, придумывать танец для генераторов. Это как электронная музыка, которую создают роботы, только танец. Итак, ты всерьёз думаешь, что люди пойдут на концерт ради танцующих роботов и генераторов? Нет уж, простите. Конечно, нужно придумывать новые способы проведения концертов. Нужно создать вибрации звука. Нужно создать гармонию между теми, кто на сцене, и музыкой. Ты почувствуешь вибрации внутри себя, понимаешь? Можно установить прожекторы. Я слышала, такое уже делают. Можно использовать лазеры, подключить дым. Соль световые лучи. А композитор станет режиссёром в этом пространстве. Это будет чудесно. Эй, какого чёрта ты делаешь? Я ни слова не понимаю из того, что ты несёшь. И кроме того, кто пойдёт смотреть на роботов, танцующих где-то в полях? Я не знаю, где ты найдёшь зрителей для всего этого. Ты понимаешь, что сейчас несёшь полнейший бред? Возвращай мне мои бабосы прямо сейчас. Ты не понимаешь? Верно. Я собираюсь сделать то, чего ещё никто не слышал. Это будущее, этого и ждут люди. Клянусь, у меня получится на этом заработать, потому что это революция. Понимаешь, я всё возмещу. Ты первым получишь свою прибыль, обещаю. Нет, детки, мои деньги нужны мне сейчас. Они нужны мне не через 10 лет после твоей революции, а сейчас. У меня их нет. Ты мне их вернёшь? Не знаю, как, но вернёшь. Ты должна мне их вернуть немедленно. Продавай свою конуру, значит. Ты должна найти деньги. Вот. Сколько стоит? Нет. Здравствуйте. Могу я поговорить с Полем Жорданом? Спасибо. Поля, это я. Да, всё хорошо. Я хочу попросить тебя об услуге. Можешь помочь мне деньгами? Нет. Да, всё хорошо. Я всё объясню. За работу, которую я не сделала. Спасибо. Сможешь сегодня привезти деньги? Хорошо. Да. Да, работай спокойно. Увидимся позже. Ну вот и всё. Сегодня ты получишь деньги. Но, кажется, после тебе стоит уйти. Если захочу, я останусь. Это квартира Мишеля. А Мишель, мой старый приятель, захочу, останусь. Пока. Да, да, пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Ана? Да. Лара. Мы договорились встретиться, записать меня. Я по объявлению. Чёрт. Точно. Мне так жаль, я забыла позвонить вам и отменить. Стое, что произошло. Ясно. Могу я хотя бы предложить вам кофе? Да. Входите. Жан-Ми, наверное, пришёл в ярость. Такой придурок. Это ты мне говоришь? Каждый раз, когда он говорит, что для меня есть работа, я не знаю, голос он имеет в виду или задницу. Это не смешно. А мы раньше не встречались? Не знаю. Ты не играла с Дантелем? Играла, у нас была группа Пушки Дхармы. Тогда я видела тебя на концерте. Правда? Круто. Да. А вы всё ещё играете вместе? Нет, нет. Знаешь, однажды Даниэль захотел, чтобы мы стали величайшей группой в истории, но он не смог организовать репетиции. Он всегда был обкуренным, он слишком много курил. А я сама по себе, у меня своя аппаратура. Моя машина, мой синт, мне их никто не давал. В любом случае, тебе повезло. Да брось, это всё не моё. Это всё принадлежит другу друга, который сдаёт мне студию в аренду. Сундизаторы, секвенсор мои, а остальное. Понятно. Ну, я не жалуюсь. Но всё это выглядит невероятно. Если у тебя есть время, мы могли бы что-нибудь записать. Да, давай. Я бы очень хотела. Отлично. Круто. Мне кое-чего не хватало, я искала очень долго. Чего-то большего, чего-то, что стало бы моим собственным. Когда сегодня утром какой-то парень принёс мне битбокс прямо сюда, он просто невероятен. Мне кажется, я кое-что придумала. Ты первая услышишь этот трек. Только предупреждаю, это всего лишь черновик. Безумие какое-то. Это ведь не настоящие барабаны, верно? Да. Я записала его с помощью всей этой аппаратуры. С помощью одних машин? Да, только машины. Безумие. Тебе нравится? Да. А здесь будет припев. Я могла только лишь на мгновение. Мне, я, так много всего и лишь. Вот так. Очень даже неплохо. Мне кажется, трек вдохновляет. Я кое-что записала. Уже? Это пока лишь первый черновик. Я ещё не закончила, но если бы ты включила ещё раз, может, что-то и вышло бы. Ты хочешь, чтобы я включила сначала? Я спою то, что у меня на душе, ладно? Конечно. Это интро. Это интро. Ага. Начинается вот здесь. Ага. Если бы только я могла остановить время. Ничего, если песня будет на английском? Я обычно пишу на французском, но эту вижу на английском. Да, конечно. Для меня это не проблема. Я открыта к идеям. Давай хотя бы попробуем. Мне включить заново? Да, если ты не против. Итак. Если бы только мне удалось перестать мечтать. Если бы только на минуту я... Потрясающе. А здесь меняется? Да, здесь бридж. Вот тут начинается бит. Слышишь, синтезатор? Да, слышу. Они на беке? Да, да. Ага, поняла. Включи ещё раз. Получается что-то типа этого. Звучит потрясающе. Да, спасибо. Неплохо. Правда? Да. Включишь ещё раз? Я могу подобрать нужные слова. Может сработать. Жаль, что я не могу, если бы я и дальше могла наслаждаться. Да. Но больше не могу. Остановись. Исчезни навсегда. И пусть мир исчезнет вместе со мной. Очень красиво. Да, круто. Да, круто. А после этого перейдём сразу к припеву. Да, давай. Тогда ещё раз целиком? Да, давай. Хорошо, давай. Каждый день. Каждый день. Каждый раз. Извини, я буду дописывать детали по ходу. Продолжай. Всё равно дальше будет партия припева. Попробуй наложить то, что ты спела на стих, но немного по-другому. Более открыто. Ага. Включишь заново? Всё или только припев? Только припев. Я почти закончила. Каждый раз приходит правда. И каждый раз. И ты всё время ускользаешь. Останови мир. И уходи. Каждый раз. Каждый раз. Каждый раз. Каждый раз. Приходит свет. И каждый раз. Ты ускользаешь. Останови мир. И уходи. Очень круто. Мне кажется, получилось. Очень хорошо. Классно. Мы отлично поработали вместе. Если хочешь, мы можем попробовать начать записывать. Да, давай. Мне бы хотелось попробовать. Только достану микрофон. Хорошо. Достанешь наушники? Да. Мне нужно отрегулировать твой голос. Спой что-нибудь. Если бы существовал возраст для любви, дружбы и приключений. Хорошо себя слышишь? Да, вроде да. Ладно. Тогда начнём. Вот так. Если бы только я могла остановить время. Хотя бы только на минуту или лишь на час. А ты не против, если мы начнём сначала? Только мой голос должен быть громче. Да? Хорошо. Хорошо. Итак, поехали. Если бы только я могла остановить время. Хотя бы на минуту. Хотя бы на час. Оставь то, что я бы хотела поменять. Оставь мечты. Они мне больше не нужны. Останови мир, исчезни вместе со мной. Отправимся туда, где всегда светит солнце. Туда, где жизнь бьёт ключом. Но каждый раз ты от меня ускользаешь. Останови мир и исчезни. Наступает рассвет, и каждый раз ты ускользаешь от меня. Останови этот мир и уходи. Обалдеть. Чёрт, это потрясающе. Правда? Ну, конечно. Браво. Ты молодец. Мне кажется, ещё можно добавить дилей, и будет просто... Мне нужно записать тебя повторно, чтобы создать дабл-трек. Ладно. Сейчас я могу записывать только четыре дорожки, но я попрошу друга раздобыть что-нибудь, и тогда это будет нечто. Это будет потрясно. Для меня такое слушать непривычно, но я тебе доверяю. Ты творишь магию. Попробуем ещё? Да, давай. Посмотри на них. Они такие милые. Снимали эту передачу, наверное, под грибами. Спасибо. Что они, блин, делают? Эй, у тебя гитара есть? Нет, забудь о ней. Она не моя. Я не двигала её ни на дюйм с тех пор, как переехала. Ты умеешь играть? Был в моей жизни период, когда мне хотелось больше узнать об акустических инструментах. Можем сыграть Энджи. Энджи? Да. Ну, давай. Нет, нет, нет. Давай. Нет. Давай ты что-нибудь сыграешь. Даже не знаю, как она на ней будет звучать. Дай-ка вспомнить аккорды. Неплохое начало. Как у тебя, у меня есть две руки. Две руки, а на концах их кисти. Десять пальцев, прямо как у тебя. И иногда мне становится страшно, как и тебе. Этого может быть недостаточно. У меня две ноги, как и у тебя. Две ноги идут вперёд. И я продолжаю идти, прямо как ты. У меня есть сердце, которое потерялось. Я жду только тебя. Мы так с тобой похожи. Но ты меня не понимаешь. Моё сердце потерялось. Я жду только тебя. Мы с тобой так похожи. Но ты меня не понимаешь. Я теряю голову, потому что жду только тебя. Мы так с тобой похожи. Но ты меня не понимаешь. Ух ты! У тебя потрясающий голос. Да нет. Да, он просто невероятный. Эй, может нам с тобой создать группу? А почему нет, чёрт побери? Нужно придумать название для группы. Кажется, я придумала. Чапи-чапо? Чапи-чапо. С таким названием мы точно не прославимся. Тебе придётся уйти. У меня сейчас встреча. Мы ещё увидимся, да? Да, конечно. Пойдём. Спасибо за всё. Мы с тобой прекрасно провели время. Провожу тебя до двери. Всё хорошо, музыка не мешает? Наоборот. Помогает расслабиться. Что играет? Лори Шпигель. Да. Она американка. Она работает с синтезаторами, как и я. Они стоят в гостиной. А, интересно. Никогда раньше не слышал. Звучит, как музыка из будущего. Как ты сочиняешь подобную музыку? Это сложно объяснить. Я работаю практически инстинктивно. Руководствуюсь ощущениями. Образами. И немного медитирую. Как хорошо. Ты такая везучая. Ну, понимаешь, путь долгий. Иногда я несколько часов провожу за синтезатором. Больно. Извини. Так нормально? Да. Только женщины сочиняют такую музыку. Нет, вовсе нет. Но их не так много. Ясно. Не трудно на ней зарабатывать? Во-первых, три месяца требуется только на то, чтобы встретиться с лейблом. А когда несколько раз я играла свои композиции, там получала комментарии типа «У вас красивый личико, станьте певицей». Мне нужно включить запись заново. Мне пора. Прошло уже больше часа. Правда? Я и не заметила. Спасибо. Мне намного лучше. Так что, увидимся на следующей неделе? Да, до следующей недели. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Мне кажется, получилось неплохо. И немного подведем глаза бежевым карандашом, чтобы глаза казались больше. Мне щекотно. Вот так. Что думаешь? Выгляжу по-другому. Обычно не красишься? Нет. Тебе идет. Спасибо. Пойдем? Я догоню. Хорошо. Хорошо. Вам понравилось? Да. Понравилось? Правда? Нет. Да, но вы знаете, это не важно. Там еще битбокс. Там еще битбокс. Это не застыка. Да. Это не застыка. Я не застыка. Я Херве. Приятно познакомиться. Я друг Анны. Правда? Ага. Во-го! Я просто не могу понять. Просто нажимаешь на кнопки. А, понятно. Извините, добрый вечер. Привет. Пара профессионалов. Привет. Очень смешно. Нет, я тебе не вешалка, ясно? Смотри, вот она. Добрый вечер. Все хорошо, малыш? Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. А вы... Я Доминик Жеру. Я вас не знаю. Приятно познакомиться. Кажется, вы не из музыкальной индустрии. Нет. Хорошего вечера. Ну, прекрати. А вы знаете о тектонических плитах? Всем известно о тектонических плитах? Нет, я ничего о них не знаю. Издеваешься? Континенты так соприкасаются. То же самое происходит с нами. С тобой и со мной? Да. Мы с тобой, мы заберемся в горы. Но Монблан, на сам Монблан вскарабкаемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эй-эй-эй, блин, верни музыку. Субтитры сделал DimaTorzok Не понимаю, что за шумиха поднялась? Да брось, это нечто. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Хороший день. Сегодня я спас 10 человек. А сейчас я лечу туда, где высокие коэффициенты, быстрые выплаты и большие выигрыши. Да, в 1ХБет. Много денег не бывает. Бывает быстро. 1ХБет. Букмекерская компания. Нам нужен свежий воздух. Идем отсюда. Идешь со мной? Прогуляемся. Да. Хорошо, идем. И кем я себя возомнила? Я работаю в студии всего полгода. Полгода и даже не смогла написать музыку для паршивой рекламы. Но ты не хочешь писать музыку для рекламы. Неудивительно, что ты не можешь написать песню для рекламы. Я не понимаю. Извини. В чем дело? Что такое? Да. Ты не понимаешь, через что я прохожу прямо сейчас? Ты издеваешься? Ты посвящаешь этому жизнь. Ты отдаешься музыке. Внезапно она становится твоей жизнью. И вот появляется кто-то и говорит, ну, такое себе, не знаю, не понимаю. Очевидно, что этот парень для музыки не создан, что он ее не поймет. Я даже не знаю его. Именно, ты его не знаешь. Ты не знаешь его, ты не знаешь, какого несколько месяцев одной работать в студии. И, наконец, я показала свою песню тому, кому на нее плевать. Ты понимаешь, каково это? Да, понимаю. Вокруг тебя есть еще люди, помимо того, кому на тебя не насрать. Кто? Твои друзья. Те, кто работает с тобой. Кто они для тебя? Неужели они для тебя ничего не значат? Ты много с кем имеешь дело. Есть люди, которых тебе стоит слушать, а не какого-то левого парня. Ты не понимаешь. Мой альбом никто не запишет. Меня не будут просить сыграть для публики. И записи мои не будут продаваться. Люди не будут слушать мою музыку. Никто не будет. О чем мне в этой жизни мечтать? Хочешь продавать пластинки, чтобы слышали твою музыку? Да, я хочу, чтобы люди слушали мою музыку. Это логично. Но почему ты перестала вдруг верить в свое творчество? В это время ты пробовала что-то новое, что-то сочиняла. И какой смысл было тратить все это время, если... Прости, я не то хотел сказать. Я о том, что есть люди, которым нравится твоя музыка. Им нравится то, что ты делаешь, но ты их не слушаешь. Но ты слушаешь того, кто только думает, что знает правду, а все остальные врут. И он не единственный. Кто вообще он такой? Он очень важный человек. Ты хорошо это знаешь. Я тысячу раз тебе о нем говорила. Знаешь, что я думаю? Я думаю, что... Вот через что мы проходим. Сейчас. Нет ни одного творческого человека, который не прошел бы через то же самое. И я думаю... Однажды один парень сказал мне, в жизни важно только то, сколько раз ты поднимаешься. Вот таких падений у тебя будет еще немало. Какой же он осел. Ты его вообще видела? Извини, конечно, но это очевидно. Он вообще не понимает сути музыки. Это точно. Выглядит хуже, чем я. Тебе не хватает золотой цепи. Точно. Пойдем. Жеру! Да пошел ты! У тебя потрясающая фигура. У тебя такие выдающиеся бедра. Божественный изгиб. Твоего белья. И ты одна в темноте. Идешь домой совсем одна. Она редкий экземпляр. В темноте пляшут тени. Танцуй, танцуй, танцуй. Лило мечтает о новой истории любви. Танцуй, танцуй, танцуй. Красивое нижнее белье. Мне нравится твоя женственность. Сердца бешено стучат. А глаза твои гипнотизируют. Не скучай на карантине. Найди сайт 1xbet и зарабатывай прямо сейчас. Получай бонус по промокоду новинка. В темноте пляшут тени. Танцуй, танцуй, танцуй. Лило мечтает об истории любви. Танцуй, танцуй, танцуй. Хорошо, хорошо. Сделаем перерыв. Было очень даже неплохо. Все отлично, милая. Привет, Карин. Привет. Я Поле, друг. Жан-Марко. Он, наверное, говорил, что мы зайдем. Это она. Привет. Рада познакомиться. Песня отличная. Это следующий сингл. Ну, я не уверена. Закончим альбом и посмотрим. Хочешь сигарету? Да, спасибо. Ты тоже музыкант? Да. Я играю на синтезаторе, сочиняю музыку. Огонек нужен? Да, пожалуйста. Спасибо большое. Ты сочиняешь космическую музыку, да? Оно не совсем. Я пишу нечто, что похоже на диско и на то, что ты делаешь. Только у меня нет музыкантов. Все делают машины. Вот как. Ты-то умно. Если тебе интересно, послушай. Давай. Я бы очень хотела. Мне интересно, как диско может быть без музыкантов? А у тебя есть контракт с лейблом? Или тебя кто-то продвигает? Пока нет. Я работаю сама. Но недавно я записала песню с независимой певицей. Жеру ее послушал. Но он был не очень высокого мнения о песне. Ну, знаешь, Жеру, не дай его словам остановить тебя. Но тебе нужно стараться. Верь в себя. Ко мне успех тоже не сразу пришел. Оставь мне свой номер. Я как-нибудь зайду к тебе. Хорошо, отлично. Есть ручка? Зажигалка. Погоди-ка, ручка. Спасибо. Не за что. Пиши здесь. Окей. Отлично. Прекрасно. Мне пора. Надеюсь, увидимся. Конечно. Ты позвонишь? Ну, конечно. Давайте, парни, еще раз. Спасибо. Здорово. Андрогенная фигура, округлые бедра, божественные изгибы, видны из-под белья. И в одиночку в темноте ты шагаешь по ночной улице. Синие огни бара освещают мостовую. Мне пора идти. Клево. Оль, мне правда нужно возвращаться. Они хороши. Останься. Возьмем такси, будем у твоего дома через 15 минут. Нет, прости. Мне обязательно нужно работать. Я пойду с тобой. Я позвоню. Это ты? Все хорошо? Потом расскажу. Да, спасибо тебе за все. Спасибо. Пока. Не забывай звонить. Держи меня в курсе. Ана, привет. Вот. Последняя пластинка для тебя. Спасибо. Да. Ночь выдалась просто прекрасная. И браво. Спасибо. Да. Было здорово. Доброй ночи. Доброй ночи. Да. Чао. Чао. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Субтитры создавал DimaTorzok Фильм посвящен всем женщинам-первопроходцам, которые поспособствовали рождению и развитию электронной музыки по всему миру. Субтитры создавал DimaTorzok Шок будущего Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок